А это у меня вишневка стоит в подвале. А я ведь могла. Легко. А простофилилась бы перед интеллигентными черкесами. Почему стоишь ты гордо? Так, все. Нахрена надо было шпагат демонстрировать? Я что, на соревнованиях что ли была? Ощущения какие-то странные? Ну, есть к себе вопрос. Вот. Поприличней стало. Ой, надо вот эти палеты оттащить. Тяжеленные. Пыль позбивать хоть немножко. Пыль с дороги летит. Они вот выезд на шоссе посыпали какой-то мулькой что ли. И от нее такая пылища. Вода так нагрелась в шланге, что рукам горячо. Дельфинчик мой. Дожди перестали идти. Поэтому приходится каждый день поливать. Мои уехали, а я еще на втором этаже не убиралась. Они уже уехали уже. Неделя прошла. Ну, так постельное белье поснимала. Ну что, полезла я наверх убираться. Сейчас читала комментарии на последнее видео, когда нахамили в автобусе. Какие же у нас хорошие люди. Вот в большинстве своем у нас хорошие люди. Понимающие. Да и в Крыму много очень хороших людей. Ну, вот такие вот, кто хамят бывает, обижают. Ни за что, ни про что. Они, конечно, вот прям всю картину портят. Ой! Видите, как я на второй этаж залезаю. Так. Это диван надувной был. Почему-то он стал... Мальчишки, видно, прокололи его чем-то. Надо его выбросить. Только выбрасываешь. Ой! Повесила вчера бабушка. Меха свои сушить. Вот это недоделанное. Без подкладки. И забыла. Вот вы представляете? Ну, памяти нет вообще. Ну, ладно, убралась. Все чистенькое постелила. Можно приниматься за другие дела. А почему я снимаю сегодня такое видео? Чем я целый день занимаюсь? И это в продолжение последнему видео про хамство. Хамов у нас хватает везде. Написала мне молодая девушка. Как бы ее назвать так помягче. Любительница селфи. У нее там на страничке больше трехсот фотографий селфи. Ну, вы знаете, да? Так встала, так встала, губы так. Просто одно селфи. Причем не указано, учится ли она где-нибудь или работает. Ничего не написано. Написала она мне прям прямым текстом, что я старая дура, которой нечем заняться. Занимаюсь я всякой, прям так и написала, херней. Ну, в общем, неприятно. Безграмотная настолько. Мои мальчишки, внуки, которые в третий класс пошли только, уже таких ошибок не делают. И так противно. Думаешь, господи, сама-то ты кто? Двух слов написать не можешь нормально. А человека пожилого ты тут оскорбляешь. И вот знаете, даже как-то и обижаться на нее. На кого обижаться-то? Кошмар. Вот я и снимаю сегодня целый день. Что я не сижу без дела. Дура старая, выжившая из ума. У всех хватает хамов. У крымчан, и у русских. Да, у всех. Вот так вот, мои дорогие, обижают. Обижают бабушку. Да бог с ними. Остатки роскоши. А здесь они вот абсолютно не нужны. Я вот изгалялась, изгалялась, изгалялась. Вышивала ее бисером. А места, которые протерлись. Вот надо еще подкладку поменять. И поменяла вот этот вот мех. Может и поношу еще. Болтать можно долго. А надо убираться. А это я же тоже не бросаю делать. Украшение-то. Вот сегодня доделала. Двое бус. Вот так везде не проходит. В 6 утра встала. Не успеешь оглянуться. Уже вечер. Вот еще я сделала украшение. Такое память о Египте. Это вот бусины, которые я сама делаю. Внутри песок с Красного моря. Это скоробей. И вот такие бусинки, как кусочек моря. Это картину я последнюю нарисовала. На все же нужно время. А в следующие выходные должны к нам друзья приехать в гости. из Севастополя. Банки закатываешь каждый день. Сегодня 6 банок варенья. 2 банки литровых с огурцами. Я делаю так понемножку. Практически каждый день. Мне даже неудобно. Девчонки хотят встретиться, подписчицы. А я даже не знаю. Я вот только в город съезжу. Как всегда у меня аптека, почта, магазин. И домой сразу назад. Времени совсем нет. А встретиться хочется. Вот так и проходит день. То помыть, то постирать. Все знают из чего наша жизнь состоит. Вот слива падает. Подметаешь ее, подметаешь. Вот так проходят будни российского пенсионера.